Я жду и могу напереться, но ты запомоги на сердце, и пахнешься словой живица, и песни пеешь, как ревица. Концерты этого творческого коллектива брещане всегда посещают с удовольствием. Репертуар, подобранный талантливым руководителем хора Раисой Басалай, всегда особенный, душевный, мелодичный. Каждая вокальная партия прочувствована от начала и до конца, наполнена музыкой души всех участников большой и дружной семьи. Свой 40-й день рождения коллектив встречает творческим составом из 40 человек, в числе которых и вокалисты, и инструментальная группа. Все начиналось 40 лет тому назад, и есть те, которые пришли первые, они сейчас исполняют самые главные роли. Сегодня задана коллективу очень высокая планка, не все сделано, и вы увидите, может быть, и какие-то ошибки. Сегодня есть то, с которого можно начинать после 40 лет. Я верю в то, что Веснянка будет жить еще очень-очень долго. Знаете почему? Потому что есть те, которые верят, живут надеждой, любят, ценят свой коллектив. Это, наверное, самое главное, откуда можно исходить, что все впереди будет замечательно. В зале едва можно разглядеть свободные места. Здесь не случайных людей. Это все те, кто на протяжении не одного десятка лет следит за творчеством Веснянки, радуется ее успехам, которых действительно немало. Ни одна награда в копилке ансамбля, среди которых почетные грамоты Брестского областного совета депутатов, Брестского городского исполнительного комитета, Федерации профсоюзов Беларуси. Вокально-инструментальный коллектив является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, откуда обычно возвращается с победой и новыми идеями. Мы в прошлом году на международном конкурсе в Польше заняли первое место с белорусским весельем, фольклор. И у меня возникла такая идея, как белорусское веселье, как продолжение. И надо еще к нему обязательно вечерки. Белорусские, русские, украинские, казацкие песни, фольклорные напевы, а также музыкально-тематические постановки. Все это является неотъемлемыми элементами большого репертуара ансамбля «Веснянка», вокалисты которого в ближайшие годы пообещали зрителям пополнить новыми и не менее интересными произведениями. Ведь все у них еще впереди. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бухтове».